В прямом эфире ток-шоу «Народный вердикт» в студии Денис Симоненко. Добрый вечер. Тема нашей сегодняшней передачи – потребительские отношения. Кто защитит права потребителей? Удивительная история обмана покупателей в крымских магазинах, просроченные товары из Украины, опасности интернет-шопинга. Как вернуть некачественный товар или получить компенсацию за сомнительную услугу? Отличается ли российское законодательство в этой сфере от украинского и как защитить свои права? Ответить на эти вопросы нам помогут наши гости. Итак, сегодня у нас в студии. Виктория Воронова. Главный специалист-эксперт Отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю. Олег Егоров. Председатель Совета регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым. Сергей Бессинный. Исполняющий обязанности председателя Совета Крымского республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Андрей Ковалев. Общественный и политический деятель. Наталья Поклад. Адвокат. Член Международного союза адвокатов. Спасибо. Это наши гости. Я также приветствую нашу аудиторию. Среди них присутствует ПП Одиссея Мамевич, председатель правления региональной общественной организации «Крымские инновационные технологии». Здравствуйте. Я также представитель и другие представители организации «Опора России». Приветствую нашу аудиторию, которая в процессе ток-шоу сможет задавать вопросы нашим гостям, позвонив к нам в студию по телефону 6207-63. Также напоминаю, что в группах социальных сетей Facebook и ВКонтакте у нас действуют... Вы также можете туда писать и задавать вопросы, которые мы обязательно озвучим в нашей студии. И также принимайте участие в интерактивном голосовании. Тема вопрос нашего сегодняшнего интерактивного голосования звучит так. Легче ли стало отстаивать права после перехода Крыма в состав России? Если вы считаете, что да, поскольку российские законы лучше, звоните по телефону 54-37-71. Если же считаете, что нет, поскольку все стало еще запутаннее, набирайте 54-37-72. Если, на ваш взгляд, все осталось, как было, звоните по телефону 54-37-73. Ну и первый вопрос, который хотелось бы задать по теме Виктории Александровне, специалист и эксперту отдела защиты прав потребителей. Ну, скажем так, наверное, первый вопрос, который необходимо задать, это как проходил переход с украинского на российское законодательство. Действительно, стало ли лучше? Вот что, может быть, изменилось? Какие моменты? И, наверное, при Украине, многие со мной согласятся, было практически бессмысленно жаловаться в управлении защиты прав потребителей. Изменилось ли что-либо сейчас? И как вообще, вот куда человеку, у которого нарушены права, жаловаться в таких ситуациях? Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, аудитория. Хотелось бы начать отвечать на ваш вопрос с того, что действительно были определенные казусы при Украине, существовало управление, затем управление по защите прав потребителей в Республике Крым, оно было ликвидировано на его месте, создавалась инспекция по защите прав потребителей, которая фактически по закону защиты прав потребителей и не работала. В том плане, что забрали функции и передали Министерству экономики, но законных оснований для проведения проверок и защиты прав тех же потребителей не передали. То есть Министерство экономики могло только делать следующее, оказывать консультации и помогать как-то консультационно. Также они еще проводили разъяснительную работу среди населения. С входом Республики Крым в состав Российской Федерации на территории Республики и на территории города федерального значения Севастополя было создано Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, одним из полномочий которых является защита прав потребителей на потребительском рынке. Сколько эффективна работа? Какие полномочия? Полномочия у нашей структуры следующие. Кроме того, что мы можем проводить разъяснительную работу, консультационную. В нашем отделе, отделе защиты прав потребителей, специалистом которого являюсь я, есть два приемных дня, это понедельник и четверг. Когда к нам приходят люди, может прийти любой человек, приходят без записи, мы ему оказываем всяческую юридическую помощь, составляем заявления, можем составлять иски. Кроме того, в структуре Роспотребнадзора создан консультационный центр по защите прав потребителей, он создан при Федеральном бюджетном учреждении здравоохранения, Центре гигиены и эпидемиологии по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю. Приемных дней у него нет, специалисты принимают каждый день с 10 до часу и с 2 до 4. У них более расширенные функции, то есть они каждому конкретному человеку, который к ним приходит с пакетом документов, готовят заявление, готовят при необходимости иски в суд. В чем заключается специфика нашей деятельности? Кроме того, как я уже говорила, мы проводим разъяснительную работу, я считаю ее основной работой, потому что легче предупредить, чем потом, скажем так, какой-то конфликт разбирать, который происходит между покупателем, продавцом или исполнительным услуг. Кроме этого, естественно, государственные законы, в том числе закон о защите прав потребителей, наделяют нас полномочиями по осуществлению государственного надзора и контроля в сфере защиты прав потребителей. То есть мы осуществляем проверки субъектов хозяйственной деятельности именно по защите прав потребителей, на соблюдение соответствия их деятельности закона о защите прав потребителей, правил торговли, правил обслуживания и других нормативных актов, которые регулируют именно эту деятельность. Наложить штраф на предприятие, которое нарушило право потребителей, имеет право? Да, конечно, Роспотребнадзор в случае подтверждения в ходе проверки нарушения законодательства о защите прав потребителей, естественно, имеет право привлечь ответственное лицо к административной ответственности. Спасибо, Алексей Семенович. Вопрос к вам. Ваша организация, как общественная организация, как она содействует в защите прав потребителей? То есть человек, который, я так понял, может обратиться в Роспотребнадзор и может обратиться к вам. То есть какие функции выполняет ваша организация? Ну, вы знаете, мы проводили соцопросы, и вот вопросы, связанные с нарушением прав потребителей, это и потребительская безопасность в том числе, и баланс, соответственно, цены и качества товаров. На сегодняшний день это довольно-таки актуальные вопросы, которые интересуют всех наших жителей, не только Республики Крым, но и нашей большой России. И огромную роль, конечно, играет общественная организация в данной деятельности, потому что мы имеем, во-первых, и полномочия, и поддержку. Если сравнивать, мы на сегодняшний день пока еще сравниваем, да, то, как было при Украине и как на сегодняшний день там у нас. Что касается общественных организаций, ну, во-первых, и согласно статьи 13-й закон защиты прав потребителей у нас есть полномочия, и согласно Конституции у нас есть полномочия, мы имеем право проводить общественный контроль по соблюдению защиты прав потребителей. Что мы делаем? На сегодняшний день мы проводим также консультации, проводим между нашим населением своего рода семинары, как избежать ту и иную ситуацию, то, что много, правильно говорит Виктория, многие потребители не знают, куда обратиться, как обратиться, потому что у нас такой был вакуум, да, в Крыму. Четыре года никто не контролировал закон о защите прав потребителей. С одной стороны, вроде бы это и хорошо нашим предпринимателям, да, никто не ходил, не проверял, но в то же время это другая палка к этому концу. Получается так, что наши потребители страдают. Те же предприниматели, тоже потребители. Реализуя некачественную продукцию, какие-то колбасные изделия, ты завтра идешь, приобретаешь некачественный нефтепродукт, также нарушены твои права. Мы сейчас проводим довольно-таки обширно на всей территории Республики Крым общественный контроль. Формируем группы в каждом регионе, в каждом городе, в каждом регионе. Сегодня мы были в Бахчисарае, формируются рабочие группы для проведения общественного контроля. В чем он заключается? Общественный контроль мы проводим среди всех предпринимателей, которые оказывают или услуги, или занимаются реализацией любого товара. Мы имеем право, заходим на предприятие, представляемся, соответственно. У нас есть и приказ, удостоверение. Мы составляем паспорт контролируемого предприятия. Это не проверка, это контроль. А как можно повлиять на конкретного нарушителя? Вы же не можете наложить штраф в качестве предупредительной меры. Это не то, что это проблема. К этому вопросу надо подходить со всех сторон и объективно. Наша задача не наказать в первую очередь. Мы составляем паспорт контролируемого предприятия, указываем, чем занимается, где находится, и в том числе указываем, какие есть у него нарушения. Мы предпринимателю даем время до 10 дней на устранение этих нарушений. Пожалуйста, устрани. Многие, я вам скажу, устраняют эти нарушения. Если есть какие-то вопросы, могут обратиться к нам. Если же нет, есть, конечно, такие предприниматели, которые не хотят категорически. Мы ничего не хотим, мы тут сами, нас никто не должен проверять и так далее. Мы данный документ, который мы составили, мы направляем в Роспотребнадзор. И Роспотребнадзор уже выходит как на внеплановую проверку, и предъявляет штрафные санкции к данному предприятию. Накладывает штрафные санкции. Помогаете вы потребителям, предпринимателям на коммерческой основе бесплатно? Что касается, если к нам обращается потребитель, вся разъяснительная работа мы ведем на бесплатной основе. А за счет чего существует организация? Значит, дальше идем. Если же касается дела уже судебного разбирательства, то согласно закону мы имеем право на 50% от суммы штрафа, взысканного в пользу потребителя. Если мы его отстаиваем интересы, данного потребителя. Спасибо, Сергей Адольфович. А предприниматели жалуются на потребителей, скажем, таких, которые за ними бегают, пытаются взыскать какие-то суммы? Ну, нужно понимать, что мы всегда стоим по разные стороны барьера. Естественно, что каждый предприниматель, он также есть и потребитель. Да, есть такое, грешат немного, предлагают коммерческие услуги, не без этого. Единственная просьба, нужно видеть всегда в предпринимателе того же самого человека. Не всегда бывает так, что, ну скажем так, по-человечески относятся. Любая проверка с вашей стороны, она всегда накладывает определенный такой отпечаток. Это еще идет с тех далеких времен советских, когда любая проверка, человек пришла проверка, что делать, куда бежать. Вы приходите, вы начинаете составлять ваш паспорт. Предприниматель иногда не понимает, что вы делаете. А за счет этого, ну, есть неприятные такие вот. Да, пожалуйста. Можно мне немножко вмешаться в ваш разговор? Мне хотелось бы сделать акцент о том, что общественная организация у нас не осуществляет проверки. Как говорил Олег Семенович, она осуществляет общественный контроль. Да, и сама по себе процедура этого общественного контроля, она не может повлечь, скажем так, никаких административных санкций к предпринимателю. Да, но Алексей Менович сказал, что направляем там материалы вам, и вы уже рассматриваете его. В случае, если не исполняется этот паспорт контроля, Алексей Менович сказал, что дается 10 дней, да, то есть дается время на исправление этих ошибок. И вот если, уважаемые предприниматели, не исполняют, ну, тогда уже здесь играем роль мы свою. И, естественно, если мы приходим, опять же, я хочу сказать, что если мы, например, приходим, и в момент проверки не подтверждается состав правонарушения, то есть его нет, они уже все это исправили, и в момент проверки мы этого не видим, естественно, человек не привлекается за это. А если при нашей проверке мы уже обнаруживаем... Понятно, понятно, что вы конечная инстанция в данном случае, понятно. Да, да, значит, человек привлекается к административной ответственности. Вот хотелось бы вспомнить, что в Соединенных Штатах Америки очень часто любят судиться по поводам, которые порой вызывают у нас улыбку. Мы все помним случаи очень громкие, когда старушка, ошпарившись кофе в Макдональдсе, суд постановил выплатить там чуть ли не 3 миллиона долларов. И помним случаи, когда полный мужчина в самолете в кресле не поместился и тоже требовал компенсации морального вреда. А вот, Наталья Николаевна, можете вспомнить случаи своей практики по защите правопотребителей, когда действительно компенсировались какие-то большие суммы людям, которых были нарушены? Больших сумм по этой категории нету. Больших сумм. Особенно эта тема вообще очень сложная. И не каждый человек готов обращаться и идти к суду. Здесь, как верно говорили, очень важно, на мое мнение, очень важно, когда идет содействие всех органов. И государственного надзора, и общественного контроля, и профессиональная помощь юриста-адвоката. Потому что по этой категории дела очень сложные. Когда мы в суде защищаем эту категорию дел, то здесь есть такой вопрос штрафы, там неустойка, пеня, возврат денежных средств. И вот моральный вред. Вот вы сравнили с Америкой, да, Соединенные Штаты Америки, там могут быть миллионы. У нас моральный вред, хотя он и предусмотрен специальным законом о защите прав потребителей, но доказать, найти причинную связь очень тяжело. Максимально, вот в моей практике, уже на территории Республики Крым, в правовом поле Российской Федерации, максимальный моральный вред был 29 тысяч. Это самый большой. Это когда, гривен еще? Нет, рублей. А, от рублей. Да, обычно это от 5 до 15. Ну, все зависит от категории дела. Но с моральным вред доказать очень и очень тяжело. Ну, а материальный вред, то есть нарушение здоровья в результате потребления некачественных продуктов питания, к примеру, какие суммы? Суммы разные. В зависимости, есть ли просто вред, а есть ли жизнь и здоровье, например, также в отношении неопределенного круга потребителя. Это очень сложная категория дел и может выступать с инициативой и общественной организации, и государственный надзор органов, когда, например, в потреблении, например, молочная продукция, да, и отравление тысячи людей. То бишь, здесь вплоть до ликвидации изготовителя или продавца. То бишь, это серьезно. Все зависит, либо это был приобретен холодильник, да, либо ручка, либо причинен вред неопределенному кругу потребителей, то в этом случае вообще ликвидируется предприятие. Ну, вот хотелось бы как раз перейти к продуктам питания, которые, наверное, некачественные продукты питания, которые могут нанести наибольший вред жизни и здоровью людей. Вот на днях мы все помним, что был принят закон, согласно которому запрещено продавать Кока-Колу несовершеннолетним, да, и наряду со спрайтом и фантой. Вот нет ли здесь какой-то такой политической подоплеки, на ваш взгляд, в этом вопросе, либо, ну, действительно, настолько вредны эти энергетические напитки, настолько плохо влияют на здоровье, в результате чего вообще был ли, может, проведен какой-то анализ, да, обширный влияние этих напитков на здоровье организма? Я так понимаю, прежде чем принимать какой-то закон, всегда проводится какой-то анализ, да, то есть спрашивается общественное мнение. То, что касается именно этого закона, то он принят в связи с тем, что действительно наши дети очень часто покупают данные энергетические напитки, в том числе вот и Кока-Колу, и Фанту, и Спрайт, и так далее, и тому подобное. Я хочу сказать, что, например, в моей практике подтвержденных судебных решений, что именно вот эти вот продукты как-то негативно влияют на ребенка, их нет. Именно на территории республики вот за эти там два года, да, полтора года, которые мы существуем. Но доказано врачами, что действительно, когда маленький ребенок растет, он становится подростком, ему нужно много энергии. И вот этот вот состав, который входит в состав вот этих вот энергетических напитков и других напитков, он действительно негативно влияет на рост ребенка, на его здоровье. Отсюда ацетон, отсюда другие негативные какие-то влияния на ребенка. Соответственно, перенят этот закон. Но тем не менее, некоторые врачи негласно наоборот советуют детям пить Кока-Колу, чтобы для снижения ацетона. Вы знаете, я вам больше хочу сказать. Я являюсь мамой двоих детей, у меня у одного из детей действительно вот была проблема, мы переросли ее, слава богу, у нас был ацетон. Я никогда не верила, что это правда, и никогда этого не делала. Поэтому я не советую травить ребенка еще плюс к тому, что у него ацетон. Ну, судебных разбирательств на эту тему, наверное, не было, да? Нет, в отношении Коля спрайта не было. Но если, не дай бог, кому-то этот напиток из потребителей нанесет, не дай бог, вред жизни или здоровью, то по такой категории дел это делается на уровне процесса, назначается экспертиза этого напитка, где эксперт даст, что вредна, так-так-так установит, по каким пунктам нанесла вред. И также в судебное заседание может быть вызван специалист, который также может характеризовать этот напиток как по химическому составу, так и по потребительски как продукт питания. Я так понимаю, у нас на эту тему вопрос из аудитории. Передайте, пожалуйста, микрофончик. Представьтесь, пожалуйста. У меня не вопросов, Вадим Федоров, Москвитин, опор России, Ялты. У меня не вопросов, а больше реплика, наверное. Все-таки этот закон, принятый Государственным Советом Крым об энергетических напитках, он не гласит о запрете определенных напитков. Там сказано, конкретно в Минэкономике есть разъяснение, что запрещено реализовывать несовершеннолетним напитки, содержащие искусственные красители, искусственные энергетики. Если он содержит натуральные, они не запрещены. Составка Кока-Колы – это секрет, поэтому... Поэтому трудно определить. И по поводу Кока-Колы, у меня ребенка, маленький ребенок годик был, был ацетон четыре креста. Я вылечил Кока-Колой. Слава Богу, вам помогла Кока-Кола. Не будем делать рекламу дальше напитком. Но вот наряду с энергетиками в открытую в супермаркетах продают, скажем так, наркотические булочки. Это слова не мои, это цитата из газеты «Крымский Телеграф». Год назад была опубликована статья, в которой был проведен эксперимент, журналисты провели эксперимент. Вот на экране мы видим сейчас этот разворот, что «Крымский Телеграф» выявил наркотики в булочках с маком, воспользовавшись тестом, внимание, тестом из аптеки. И сегодня у нас в студии герой этой публикации – это Андрей Викторович Ковалев. Здравствуйте, Андрей Викторович. Вы на собственном опыте провели этот эксперимент, журналист вместе с вами. Через год, вот недавно, буквально на днях, вы провели повторный эксперимент. Скажите, изменилось ли что-либо? И расскажите об этой истории интересной. Ну, об истории не изменилось ничего, как ни странно. Почему-то у нас должно что-то произойти, то есть должен произойти несчастный случай, только тогда у нас принимаются какие-то меры. 2 октября отравились в Новосибирске дети наркотиками, нашли супчик, поели в детском садике, сами приготовили. Все, поднялось общественное мнение, принялись какие-то меры, возбуждено уголовное дело. Здесь что происходит? Два года назад у моего товарища отбирают права. Его остановили сотрудники ГАИ, им не понравилось его поведение, они решили произвести анализ. Отвезли его в наркологию, он тут мне звонок, он говорит, Андрей, срочно приедь, что-то происходит непонятное. У меня показывают анализы, морфин. Я приезжаю, начинаю беседовать с врачом, со сотрудниками ГАИ, они говорят, вы что хотите сказать, что мы обманываем? Давайте при вас мы сейчас повторим все. Они при мне все повторяют анализ, анализ подает положительный результат. Он говорит, я ничего не употреблял, человек не курит, не пьет на протяжении 11 лет. У него показывают мочи, морфин. Он говорит, единственное, что я ел, это струдель с маком из супермаркета. На что врач, вот эти слова мне запомнились до сих пор. И я все это продолжаю, только из-за слов этого врача. Она говорит, вы что, хотите сказать, что мы детей кормим булочками с героином? Вот мне запомнились эти слова. Я начал, ну, сначала не поверить, не поверил товарищу. Я сделал тест этот. Купил этот же штрудель, съел. Это происходило вместе с журналистом? Это было еще до журналиста. Это было до журналиста. Сделал тест, сделал тест. У меня показывают в моче морфин. Тогда я пришел, тогда еще была Украина, в санэпидстанцию. Санэпидстанция, ну, тут вообще, они мне единственное, что сказали, вы пойдите на рынок, скупитесь, сварите борща и сделайте еще один тест. Вы вообще обалдеете. Я пошел в инспекцию по защите прав потребителей. Это еще при Украине. Мне сказали, что да, прав у нас нету, никакой проверки мы проводить не будем. Тут произошел переход в Россию, переход в Россию. Так получилось, что мы пересеклись с Денисом, пересеклись с Денисом, и совместно с газетой «Крымский телеграф» это единственный, кто услышал меня. Мы совместно провели расследование. Купили тот же штрудель. Показать на экране фотоснимки, которые делали в процессе эксперимента. Вот, собственно, да, пошли в магазин покупать. Пошли в супермаркет, купили штрудель, купили тесты в аптеке, купили тесты. Я съел этот штрудель. Через 10 часов, 10 часов был произведен анализ, произведен анализ, и анализ дал положительный результат. Был морфин. Был морфин. Обратились тогда в Роспотребнадзор, в Роспотребнадзор. Они уже, да, уже пошло отличие от Украины. Уже выслушали, приняли заявление и сказали, что так как я не пострадал, я не имею права обращаться. Это был официальный ответ. И был еще такой комментарий о том, что в Крыму нет лабораторий, где можно было бы выявить на опиаты. Да, а устно они объяснили, так как у нас нет лаборатории, мы не можем определить состав этой булочки, мы не будем ничего делать. Ничего не делать. Вам не могли сказать, что мы не будем ничего делать? Дело в том, что если... Вот именно вот так и было сказано. А вам устно или письменно? Нет, письменно, я же говорю, письменный отказ был, что так как я не пострадал, я не пострадал, я не имею права обращаться. Не могло быть такого ответа. Это легко проверить, у вас же входящие, исходящие. Как вообще такое возможно? Потому что действительно был проведен тест, ну то есть либо бракованные постоянно попадаются тесты, но это невозможно, три раза подряд, это уже, конечно, исключает. Дело в том, что мне, например, сейчас трудно судить об этом, что было с уважаемым гостем. Начнем с того, что такого ответа ему быть не могло, что, извините, вы не пострадавшие, вы не имеете права обращаться. Есть у нас 59-й федеральный закон, который гласит, что каждый гражданин может обратиться в любой государственный орган, но он получит ответ, его обращение будет рассмотрено. Это раз. Скажите, а вот, извините, вот небольшой комментарий, если бы конкретно нашего героя остановил бы сотрудник ГИБДД, да, и показал бы, собственно, вот тест, он считался бы пострадавшим тогда? Если бы ему нанесен был ущерб, ущерб, если бы ему, очень хорошо, человек обжаловал, вот ваш друг обжаловал действия. Обжаловал, он обжаловал судей. И чем это все закончилось? У него лишили прав, на два года лишен прав. Ну, о чем я могу сказать, да, то есть здесь... Вот так в ответе было написано, что он имеет право обращаться, он пострадал, а я не пострадал. Я всего лишь провел на себе эксперимент. Я же говорю, мне трудно судить по этой ситуации. Я не вижу документов. Я надеюсь, что все равно еще ознакомитесь. Кроме того, я хочу сказать сразу, что то, что касается наркотиков, да, в Крыму создана структура наркоконтроля. Почему вы не обратились туда? Мы обращались, вот Денис свидетель, мы вместе с Денисом поехали в ФСКН, и там нам дали ответ, что они проводят проверки только по заключению Роспотребнодзора. Да, совершенно верно. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот как проходят проверки продуктов питания, в магазинах, проводятся какие-то рейды, вот выявляются действительно вот такие опасные вещества, продукты? Сказать, что на территории Республики Грыма, города федерального значения Севастополя, до 2018 года, не даст собрать представитель бизнеса, не проводится плановых проверок. Это связано с тем, чтобы не оказывать дополнительного влияния на бизнес, чтобы дать ему развиваться, так как мы зашли в новое правовое поле, да, и законодатели считают, что тем самым, если мы будем проводить плановые проверки, мы каким-то образом будем ущиплять права. Мы проводим только вне планов. По заявлению пострадавших, правильно? Да, только по заявлению мы проводим проверки, то, что касается именно по защите прав потребителей, только по заявлению потребителя, который сам является потребителем. Причем, я так понимаю, пострадавшего, то есть он должен доказать, что он пострадавший, вот, ну, судя по тем словам, он должен, во всяком случае, хотя бы приложить какие-то документы, которые свидетельствуют о том, что он купил тот или иной продукт питания в данном магазине, да, чтобы мы могли выйти на проверку, кроме того, что, значит, он желательно. Конечно, если он не прикладывает, мы в любом случае выходим туда на проверку, но нам нужен субъект. Субъект хозяйственной деятельности там, кто осуществляет проверку, потому что есть определенная процедура проведения проверок, она регламентирована 294-м федеральным законом, выносится распоряжение, в распоряжении указывается субъект полностью наименование, либо это индивидуальный предприниматель, фамилия, имя, отчество, либо это юридическое лицо, значит, это полностью наименование юридического лица со всеми его реквизитами. Только на основании данного распоряжения специалисты нашего отдела могут выйти и провести проверку. Как происходит процедура проверки? Мы приходим на проверку, предъявляем удостоверение, распоряжение, зачитываем права предпринимателю и начинаем саму проверку. То есть смотря на что жалуется человек. Я вам хочу сказать, что вот именно по защите прав потребителей за весь период с начала года было подано примерно 97, по-моему, если я не ошибаюсь, всего лишь обращений. Именно по качеству продовольственных товаров. Это очень маленькая группа и очень маленький процент из всех обращений, которые поступили в нашу структуру. А их поступило именно по защите прав потребителей 1079. Хорошо, давайте перейдем к вопросу скоропортящихся продуктов, которые мы знаем, что продукты, которые приходили к нам с Украины, с территории Украины, в результате того, что простаивали огромные очереди эти фуры на границе, на таможне, то приходили они к нам уже, скажем, не первой свежести. В результате нам звонили телезрители и говорили о том, что наклейки, то есть перебивали и переклеивали сроки годности, причем таким образом, что покупали даже продукты, у которых срок годности начинался с завтрашнего дня. Вот как выявляются, как проверяются вот такие вещи? Я вам хочу сказать, что это не только связано с украинскими продуктами, у нас многие предприниматели занимались таким, и до того, как была введена так называемая блокада Крыма, то есть выявлялись, если выявляется в ходе проверки действительно, что сроки годности не соответствуют заявленной производителем, естественно, данный предприниматель, данная организация привлекается к административной ответственности. Ну а как выявляются? Как это выявляется? Оцениваются документальные подтверждения, то есть каждый товар сопровождается сопроводительной документацией, в которой можно проследить. проследить. Оценивается маркировка. Иногда нердивые, они не все, то есть, естественно, что их, не знаю, процентом соотношения мы не выявляли, да? Иногда выявляется просто путем изучения маркировки. Берется продукт, и, не удосужившись, даже там, более-менее как-то это все подделать, человек просто клеит стикер новый. Когда этот стикер отрывается, под ним старая дата. А так обычно происходит в большинстве случаев? Ну, в большинстве случаев, вот именно на моем... А санкции насколько эффективны? Какие суммы штрафов? Сумма штрафов варьируется в зависимости от того, кто это, индивидуальный предприниматель, либо это, либо это организация. Естественно, если это индивидуальный предприниматель, законодатель более лояльно относится к нему, там, сумма штрафов в зависимости, опять же, от нарушения, примерно где-то там, от двух, до двадцати тысяч, в зависимости от состава правонарушения. Если это юридическое лицо, там, сейчасные санкции доходят до трехсот, до пятисот тысяч. По итогам лета много было обращений, там, отравлений пирожками пляжными, отравлениями в кафе летних и так далее? Были такие обращения, да, но данная статистика, она больше относится к санитарным нормам. Я являюсь все-таки специалистом по защите прав потребителей. Были такие случаи, я не хочу сказать, что их было много по сравнению, скажем так, с общим количеством отдыхающих. Да, ну, несколько случаев действительно такие были. Ну, вот для простого телезрителя, можно ли вот дать понять, вот что нужно делать? Если человек почувствовал себя плохо, да, он знает, что он накануне покушал там в каком-то кафе, вот что ему делать? Понятно, что, ну, чеки, конечно, мы квитанции не всегда сохраняем. Что ему делать? Куда обращаться? Ну, естественно, нужно обратиться, прежде всего, к врачу, а не лечить это дома. То есть, не глотать таблетки неизвестно какие, потому что это как может быть, извините, может быть, это какая-то инфекция. То есть, это не просто отравление, да, он подхватил какую-то инфекцию. Понятно, да, должно быть заключение врача. Да, должно быть заключение врача, прежде всего. Желательно, чтобы это заключение врача каким-то образом хотя бы показывало причинную следственную связь. Не просто из-за того, что он там где-то чем-то надышался, да, а именно, что он там пострадал от продуктов питания. Это является основанием, да, для того, чтобы... Да, это является основанием для того, чтобы человек обратился в Роспотребнадзор, Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование и устанавливает... А чтобы компенсацию получить, ему все равно, получается, нужно в суд обратиться. Да, для того, чтобы ему получить компенсацию, законодатель установил, что в любом случае все имущественные споры, которые решаются, денежные средства, либо товары какие-то, либо компенсации, это все в судебном порядке. Спасибо. Сейчас предлагаю посмотреть мнение крымчан, продавали, не мнение, вернее, мы спросили у крымчан, продавали ли им некачественный товар. Давайте посмотрим. Вообще-то я немножко разбираюсь с ним, поэтому я не беру некачественный. Ну, на рынке, на оптовом, смотришь, хорошее. Виноград порченый дают, перец вялый дают, помидоры плохие дают. Нет, не было со мной такого. У меня опыт уже есть. Смотрю на... до какого числа покупают самопродукты, срок годности и покупаю обычно в магазинах. Ну, а на рынке там уже сам товар видно, какого он, какого качества. Как-то было при Украине, мы просто вернули товар, отдали чек, нам по товару вернули денежки, товар забрали. Нет, не было. За всю вашу жизнь ни разу... За всю мою жизнь ни разу не было. Продукты некачественные. Не свежие, да? Не свежие, конечно. Спасибо. У нас большинство людей, конечно же, говорят, что они не сталкивались, но есть такие люди, которые, может быть, периодически сталкиваются. Есть ли у нас вопросы? Да, пожалуйста. По линии по России мы провели мониторинг в Ялте. Так называемый, забываем о такой форме торговли, как ярмарки. Такое чистое гуляю поле. Вот в Ялте, вот у меня здесь фотография, под подборку, я могу передать Роспотребнадзору, где продают мясо, на полу лежит, на рыбу, молочные продукты, контролируются как-то ярмарки, ведутся какие-то проверки или мониторинг ярмарок со стороны Роспотребнадзора. И влияет ли, потому что это же касаемо безопасности людей. Мне подскажите, в свою очередь, эта ярмарка, она проводится санкционированно, ее санкционируют в ГОССОВИТе. Санкционированно, она проводится с администрации города Ялты, до раз в две недели. То есть там осуществляют реализацию именно индивидуальной предпринимателем, организации. Ну, конечно, такие материалы желательно передать Роспотребнадзору. Ну, вот я могу передать, чтобы ознакомиться. И проводятся какие-то вообще ярмарки, только не только в Ялте проводятся. Естественно, присутствуют специалисты при проведении любых ярмарок, присутствуют специалисты Роспотребнадзора. Ну, что-то выявили за последнее время, например? Что что? Выявили какие-то нарушения на ярмарках? Вот ваши представители. Я не могу вам пока ответить. Мы провели мониторинг, познакомьтесь, две ярмарки в Ялте, полный бардак. Я защищаю предпринимателей, но в этом случае... Спасибо, пожалуйста. Это больше относится к санитарным нормам, опять же, хочу сказать. Одиссей, крымские инновационные технологии. Я, как бы, знаете, всяких защитных и проверяющих организаций у нас много. И то, что показывали, как человеку там легко или сложно выбрать продукт, качественного он или нет, это было, знаете, всегда и, наверное, всегда будет. Я бы хотел, знаете, пожелание одно сказать. Вот много времени уделяется на то, вот как запретить, как наказать там недобросовестного. Но есть корень вопроса производителей. Вот в нашем активе есть инновации, такие как эко-хлеб из пророченной пшеницы, да, бездрожжевой. Это лечебный продукт. Вот как было бы неплохо и не только это предприятие. Еще есть предприятия, которые напитки выпускают, которым можно дать даже определение как продукты функционального назначения. Про них никто никогда не слышал и никто не знает. То есть предприниматели, производители сами двигают свою продукцию, но чтобы попасть на обсуждение на телевидении, это нереально. Было бы неплохо, если бы орган какой-то занимался бы именно выявлением такого рода продукции, который приносит не только питательные как бы свойства, да, а еще и лечебно-оздоровительные. Потребителю было бы очень приятно уверенно быть в этом. И было бы неплохо вообще больше, лучше поддерживать крымскую продукцию. Да, вот это неплохое время. Вот, пожалуйста. Я вот как раз в унисон. Уже все создано и уже все работает. Да, еще в прошлом году здесь, в этой студии я говорил о том, что Республика Крым присоединилась к проекту «Знак качества». Это партийный проект, он поддерживается в первую очередь, конечно, на государственном уровне. И в прошлом году было принято решение нашим правительством, нашим госсоветом присоединиться к данному проекту. Он с тобой представляет проект «Знак качества». Он базируется на трех таких основополагающих. Это в первую очередь, конечно же, это защита прав потребителей. Второе, это защита прав предпринимателей. И третье, это защита прав производителей. В рамках проекта «Знак качества» учреждена, конкурс проводится «Звезда качества России». Этот проект стартовал в 2013 году на материке. Мы присоединились к этому проекту буквально неделю назад на пиво-безалкогольном комбинате. Мы собирались, комиссия, создана комиссия, которая будет принимать заявки от производителей. Именно это в пользу идет, как вы говорите, наших крымских производителей. Значит, в эту комиссию вошли у нас и представители министерства, представители Трого промышленной палаты, и средства массовой информации. Цель какая? Вы правильно сказали. Мы, когда проводили опрос, многие продукты, которые, цена-качество, многие потребители отдают прежде всего предпочтение нашим отечественным товарам. Это уже такой, знаете, экономический патриотизм. Это очень хорошо. Но, к сожалению, многие не знают о том, что есть такие качественные товары. Если мы вернемся к энергонапиткам нашим, в этом Берне содержится, по-моему, до четырех порций кофе. Как может выдержать сердце 12-13-летнего ребенка такой удар? Или же, допустим, та же Кока-Кола, неизвестно чего. Если, допустим, лимонад Крым, он добавляет сахар, а не сахарозаменитель какой-то, непонятно какой, он добавляет сахар. Поэтому он прозрачный продукт. В чем заключается этот весь проект? Мы оцениваем качество продукции независимо. Это в первую очередь. Мы на производстве отбираем, мы приобретаем данный товар в торговой сети или в какой-то то есть не на производстве, а дополнительно приобретаем еще где-то данный товар. Я прошу прощения, у нас первый звонок. Давайте послушаем, какой вопрос задаст телезритель и продолжим. Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Наталья Ивановна, скажите, пожалуйста, с Роспотребнадзора, на предмет питьевой воды, если в воде нитраты в три раза увеличены, насколько это опасно, как можно избавиться в бытовых условиях очистительные и так далее, если можно, о воде. Спасибо большое за вопрос. Да, ну то, что касается воды, Роспотребнадзор проводит действительно исследование воды, и если выявляют потребитель некачественную воду, нужно обращаться к нам. Я просто не совсем понимаю, как можно в бытовых условиях от нитрата в воде избавиться. Понятно, то есть потребителю необходимо набрать бутылочку этой воды, принести к вам. есть лаборатория, есть федерально-бюджетное учреждение, о котором я говорила уже ранее, проводятся исследования, то есть будет принято Это все бесплатно? Да, это бесплатно. Спасибо большое. Вот в продолжении разговора скажите, пожалуйста, а вот как-то вот доносится это до крымчан вот эта информация, которую вы говорили, может быть, следует ее как-то публично освещать? Конечно, данная информация, она есть и на нашем сайте Объединения потребителей России, и мы делаем рассылку во все средства массовой информации, и поддержка комитета у нас курирует этот проект от партии, это Петр Петрович Запорожец. Я являюсь руководителем данного проекта. Проект стартует у нас в октябре и проходит 10 месяцев. На втором этапе мы проводим контроль качества предприятия, которое производит данный продукт. Затем у нас идет опрос населения, соцопрос по данному продукту. Формируется это все в единую заявку, затем это все передается на федеральный уровень, и уже федеральная комиссия экспертная принимает решение. Коротко. Коротко. Вот вы, когда говорите, вы будете там изучать качество, потом экспертизу производства, я так понял, это будет сопровождаться какими-то информационными материалами, видео для населения. Обязательно, обязательно. Это очень хороший проект, мы будем участвовать. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Дольфович. Скажите, а вот предприниматели в Крыму как-то заинтересованы в продаже качественного товара, стимулированы? Честно говоря, нет. Вот это, вот я хотел услышать вопрос, да, вот этот. Почему? И чем все-таки стимулирует? Смотрите, кто простимулирует? По большому счету, предприниматель изначально он зарабатывает деньги. Другое дело, что его подталкивают, и я уже говорил, что при том же самом предпринимателе, он же и потребитель. И если же предприниматель честный, порядочный, он осознает прекрасно, что продавая плохую продукцию, таким же образом он ее может и потреблять. Сказать, что все предприниматели они занимаются какими-то аферами, прячут даты изготовления продукта, нельзя. Очень много, я считаю, что основная масса предпринимателей, они порядочные. Они порядочные, они стараются продавать качественную продукцию, ну, что сами же ее потребляют. Я вот бы хотел бы... Ну, это вопрос такой, знаете, вот мы мусорим там, где живем, это вот вопрос из этики, не каждый, к сожалению, соблюдает. Вы знаете, я вот один пример расскажу, да, мне пришлось побывать в Израиле, есть там такой рынок кармель. И когда я попал на этот рынок, я был в конце рабочего дня, я был очень удивлен. Тот товар, который они выбрасывают в мусор, как уже негодный, этот товар у нас продается очень долго. это действительно, я был очень шокирован, почему? Потому что я сначала не понял, что они делают, они выбрасывают товар, ну, мы были на овощном рынке, помидоры, огурцы, бананы, все это выбрасывается на пол, потом подходит, большой погрузчик топчет это и забрасывается в машину и вывозится. Утром уже идеальный товар, как с картинки, опять стоит на витрине. Хотелось бы... Как же пример, может быть, который следует перенять? На самом деле, да. Вы знаете, что вот приятно, когда в Израиль приезжают, ты понимаешь, что Израиль это тот же самый Крым. Та же самая погода, практически та же самая земля. Да, может быть, только чуть жарче в пустыне, а так практически все то же самое, только люди немножко другие. И все. Да, вопрос менталитета. Хорошо, я напоминаю нашим телезрителям, что они могут звонить нам по телефону 620763 прямо сейчас в студии, участвовать в интерактивном голосовании и задавать вопросы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Некачественная мобильная связь и услуги ЖКХ, сомнительные медуслуги и интернет-покупки. Осведомлен, значит, защищен. Как стать грамотным потребителем и не попадаться на удочку недобросовестного продавца. Мы продолжаем нашу программу «Как отстоять свои права». Все мы сегодня столкнулись с ужасным качеством мобильной связи. Вот как... Это сказывается, конечно, на качестве работы, отнимает время. Может ли человек прийти в офис фирмы и написать жалобу и каким-то образом компенсировать вот этот ущерб, нанесенный ему, или проще просто купить сим-карту другой фирмы? Наталья Николаевна. Другой фирмы нам всем известно, что на сегодняшний день в республике Крым монополист МТС. Связь, конечно, ужасная. И здесь нужно обратиться к тому же закон о защите права потребителей. Подпадает договор связи, да, попадает под защиту права потребителей. Здесь законом отдельно регламентировано, что обязательно по этой категории досудебное регулирование. То бишь, нужно прежде всего, если ваши права нарушены, нужно связать причинную связь, да, именно, что в результате некачественной связи произошло то-то, то-то, то-то. Либо вам причинен вред. В чем он состоит? Кроме того, здесь, как я уже сказала заранее, нужно написать претензию, что обязательно. Это досудебное. То есть здесь такие должны быть, наверное, глобальные вещи, например, сорвался звонок, недополученная прибыль, да, вот что-то в этом роде. Ну, на сегодняшний день это практически недоказуемо. В отношении связи у меня было такое дело, но оно очень на практике доказать. У них один ответ. Пока устанавливается связь. До 2018 года технические проблемы. Наверное, очень многие сталкивались и с телевидением, с интернетом. Да, с интернетом то же самое. Вот интернета нет неделю, а приходится платить по тому же тарифу. Здесь, возможно, перерасчет сделать. Но судебные тяжбы, ну, здесь... Но это все через суд, я так понимаю. Да, это через суд. Или же мы обращались, если до суда, например, человек понимает, что это будут затраты, и доказать причинную связь очень тяжело, я рекомендую досудебное. Это составить правильно квалифицированное заявление о том, что было зафиксировано телефонный звонок, например, да, в офис главный, что с такого-то по такого-то отсутствовала связь. Либо интернет, либо там памятник. Я понял. Кстати, у нас телефонный звонок очередной. Давайте послушаем. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Лидия. Я хочу выяснить, у нас санэпидстанция работает или нет. Они проверяют качество мясной продукции и молочной. Колбасы продаются, блестят. Там полно крахмала и воды. Непонятно, что это такое. Спасибо за вопрос. Пожалуйста. Я бы хотела уточнить, что санэпидстанции нет в Российской Федерации, есть Роспотребнодзор. А теперь будут знать. Ремарка, да. А теперь то, что касается исследований и проверки качества именно мясной продукции. Да, действительно проводится, но я же уже сказала, да, что не проводятся до 2018 года плановые проверки. Поэтому у меня большая просьба ко всем потребителям, которые в ходе своих покупок выявляют такую продукцию, пишите, обращайтесь, специалисты выйдут проверить. Ну а как потребитель выявит в колбасе, например, ГМО, да? Нет, он же сам в колбасе, естественно, ничего не выявит. Он должен написать Роспотребнодзор, в Роспотребнодзор выйдут специалисты, отберут пробы, лаборатория проведет и выявит. Либо есть, либо нет. Понятно. То есть если у него есть подозрение, он может написать заявление и будет проведена проверка. Да, конечно. Денис, опять-таки, общественный контроль в рамках проекта «Знак качества». Мы также будем молочную продукцию и мясную продукцию. Мы будем отбирать образцы, будем сдавать лаборатории оградитованные, и уже результаты у нас будут в доступной форме для всех потребителей. И на сайте будет составляться реестр добросовестных участников потребительского рынка, наших производителей и предпринимателей. И будет указано, где какая реализуется продукция. Есть там ГМО, нет там ГМО, есть там мясо, нет там мясо. То есть мы этим будем заниматься. Если же, конечно, будет нарушение, мы опять-таки обращаемся в Роспотребнодзор. Но самое основное, это будет публично все. То есть даст оценку потребитель. Будет знать о том, что это молоко или эту мясную продукцию не надо приобретать. Молоко или порошок. То же самое по услугам ЖКХ. Тоже многие телезрители нам жаловались, писали письма о том, что холодные батареи в старых многоэтажных домах, то есть не соответствуют температуре, скажем, наших погодных условий. И вот каким образом тоже осуществить перерасчет? Как я сказала, либо это досудебно в процессе переговоров, пишется соответствующее заявление, указывается дата с такого по такого-то отсутствия услуга или была предоставлена услуга ненадлежащего качества, что является нарушением. У каждого есть заключен договор соответствующий. Обычно эти условия прописаны в гражданско-правовом договоре. Указывается пункт такого-то, раздела такого-то договора. Вы не исполнены надлежащим образом. В связи с этим просим произвести то-то, то-то, то-то. Но обычно это только судебная тяжба. Это только через суд. Я только посоветую, когда досудебного решается вопрос, то нужно проконсультироваться и сказать так, что не нужно дотягивать в суд виновной организации, либо это производитель, либо лицо, которое оказывает услугу, работу, потому что в суде штрафы могут быть применены неустойко, то-бишь они заплатят в 3-4 раза больше. Поэтому порекомендовать потребителю, чтобы они в процессе диалога нашли правильное решение. Тут, наверное, тоже не без участия общественных организаций. Спасибо. У нас еще один звонок. Алло. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Моя фамилия Мерджан Ленуре. Мерджан Ленуре. Задавайте Ваш вопрос. Я обратилась в горячую линию. Политики, бизнесмены, чиновники. Я прошу Вас обратить внимание на мой вопрос. Дело в том, что я житель осажденного Севастополя, имею на то основание Балаклавского суда. Ну, получилось так, что давали 100-квартирный дом в Севастополе. И я должна была, так как сейчас, в данное время, я нахожусь на квартирном учете с 1999 года, 19 февраля, под общим номером 15 и 18 февраля. Как он конкретно, пожалуйста, Ваш вопрос заключается? Вопрос заключается в том, что я должна получить квартиру, так как я житель осажденного Севастополя, проживаю на Карла Маркоса 50-60. Не совсем по теме программы. Вы конкретизируете, потому что не совсем по теме программы. Вопрос задаете. Конкретизируйте, пожалуйста, вопрос. Я обратилась к адвокату Симферополя, поклон Наталье Николаевне. Так, она сегодня у нас в гостях. И хотела, чтобы она мне помогла в этом вопросе. Она сказала, вопрос сложный, но я помогу. Принесите мне 10 тысяч. Я принесла ей 10 тысяч. Она единственная, что написала губернатору, письмо. Я понимаю, это юридические услуги, оплата юридических услуг. Да. Она, мне кажется, не соответствует данной адвокатской работе, потому что эти 10 тысяч мне очень дорого стоило. В это время продукты подорожали, и я осталась целый месяц, просто жила еле-еле. Как могла депутат такого ранга Российской Федерации обмануть меня, крестьянку, простую женщину? Пусть она ответит, почему она с собой так поступила. Я понял, спасибо. Наталья Николаевна, вот обвиняют вас в предоставлении некачественной услуги. Ну, мне, конечно. Немножко за высшую сумму, скажем так. Ну, во-первых, очень приятно, что мою фамилию знают или видят рекламу. Данная гражданка ко мне не обращалась, ни устной, ни в письменной форме. И скажу ближе к нашей теме, перейдем, что нотариальные адвокатские услуги не подпадают под закон о защите прав потребителей. Хорошо. Спасибо. То есть пусть обращается к вам на личную консультацию, да, либо жалуется... Нет, это, наверное, не ко мне, а, наверное, к врачам нужно, потому что человек... А что вы так оскорбляете человека? Нет, ну я человека не принимала. Я всех своих клиентов знаю не на бумажках, а в лицо. Поэтому если у нее нарушены какие-то права, ее интересы, пускай обращается к специалистам. Ну и в том числе в правоохранительные органы, если она считает, что каким-то образом нарушены права. Спасибо большое. Ну давайте дальше перейдем к вопросам по теме нашей программы. Вот интернет-покупки. Очень часто мы совершаем интернет-покупки, покупки в интернет-магазинах в разных уголках нашей планеты, в том числе в России. И, да, зачастую случается такое, что, ну скажем, многие действуют как наложенным платежом, покупают товары по приходу уже курьерской службы, по доставке курьерской службы. Но, соответственно, это дорого, поэтому многие считают предоплату. Но товары зачастую не приходят в срок. Вот как защитить права вот таких потребителей, которые вот, собственно, по интернету, в фирмах, которых они знают, наверное, только адрес сайта? Здесь, Денис, все очень сложно. В том плане, что человек, когда заказывает какой-то товар, я ни в коем случае не обвиняюсь сейчас потребителей, да, но прежде чем заказать что-то у кого-то, он хотя бы должен навести справки о том лице, которым этот товар продает. Я не скажу, что таких обращений много, но есть их определенное количество о том, что человек пишет, например, что я приобрел на интернет-сайте, причем он дает просто интернет-сайт, на котором нет никакой информации о субъекте хозяйствования, а есть только телефон. Телефон зачастую московский, либо города Владивостока. Я могу порекомендовать таким потребителям наводить справки первоначально, если не указывает субъект предпринимательской деятельности информацию о себе, а он должен ее указать на этом сайте, кто он, адрес свой обязательно, ну и телефоны, конечно. И желательно еще указать информацию о том, кто его зарегистрировал, какой орган, то это наводит на определенные какие-то умозаключения. То есть в таких магазинах лучше ничего не заказывать, очень трудно потом доказать. Не то, что трудно, невозможно доказать, что он что-то у кого-то приобрел. И, как правило, зачастую платежи переходят просто к частным лицам, которые даже не являются в законном установленном порядке зарегистрированными. Спасибо. Но нам буквально не дают продолжить разговор, очередной звонок. Давайте дадим возможность телезрителю задать вопрос. Алло, говорите, пожалуйста. Скажите, добрый вечер, Ватюшка. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в супермаркетах должны быть контрольные весы? Да, согласно правилам, продажи отдельных видов товаров должны быть. Но они не называются... Почему? На Грессе, в яблоке. Этих весов нет. Они не называются контрольные весы, там просто должны быть поверенные весы, которые показывают точное количество отпущенного продукта. Но их нет нигде в зале, нигде нет. Но это вопрос немножко не к нам, это вопрос... Завтра будут хорошие известно. Это вопрос к Росстандарту. Росстандарт занимается поверкой данных весов и следит за наличием таких весов. Скажите, просто куда же обратиться человеку с жалобой? Росстандарт. Спасибо. Я скажу, я сегодня покупала крылышки и обратила внимание, что там написано кило 202, ну посмотрю, как будто нет. Я спросила, где весы ваши контрольные? Весов контрольных нет. Я попросила перевесить... Это нарушение, конечно, законодательство. Я попросила перевесить, а там оказалось вместо кило 202 грамма кило 38 грамм. Это в итоге они меня обманули на 18 рублей. Кому обращаться? Потому что я уже ответила на этот вопрос. Управление Росстандарта. Управление Росстандарта. Ну я сегодня звонила, никто не ответил. В суд. Хорошо, куда тогда, если не отвечает? Да в суд. В суд. Да, пожалуйста. Бабушка, звоните или там приходите к вашим районным депутатам. Они обязаны вам помочь, иначе их замордуют, куда они будут писать. А про крылышки вот эти и 18 рублей, здесь молодежь чуть улыбается. Для бабушки это очень большие деньги. Депутатам бабушка. Также в общественную организацию, муниципальную службу, она имеет право, вы имеете право обратиться с жалобой. Там будет какой-то, должны они отреагировать, либо проверку сообщить, проверка. Муниципальная служба ничего не сделает, у нее нет полномочий для проведения таких проверок. В общественную организацию. В общественную организацию. В общественную организацию знает, куда обращаться, поэтому проще всего обратиться к депутату или к общественной организации. Спасибо. Давайте, вы уже задавали вопросы, давайте те, кто не задавал вопросы, или у кого есть история, я знаю, что в аудитории есть люди, которые столкнулись с нарушением прав потребителей. Хотят говорить, наверное. Давайте, девушка, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Азалия. В мае 2014 года я приобрела холодильник за 68 тысяч рублей. Ну, деньги немалые. После установки холодильника через три дня он перестал работать. То есть, как бы, ну, течь стал, то есть, ну, не холодильник. Мастер приехал только через месяц. И, соответственно, осмотрев, дал заключение, холодильник в порядке. То есть, я просила, как говорится, ну, жалобами обращалась в магазин, то есть, где я его приобрела, верните, ну, поменяйте либо холодильник, да, на исправный, новый, либо верните деньги. Деньги, конечно, никто не вернул. То есть, и, соответственно, меня уже, как говорится, это все немножко, как бы, удивило, что такое отношение. И, соответственно, я стала, ну, обратилась в суд. Значит, суд мое исковое не принял, то есть, вернул. Почему? Ну, то есть, как это, то есть, неправильно, ну, досудебный порядок не так составлен. То есть, исковое вернули. То есть, претензию не направила правильно что-то, ну, так. В конце концов, все надежды, как говорится, уже опану, руки стали опускаться, и я обратилась к адвокату. Вот. И спустя шесть месяцев, полгода, как говорится, вот, ну, мы все-таки выиграли это дело, и нам вернули, как... Вернули деньги. Деньги, плюс, ну, штраф, то есть, и моральный ущерб. То есть, мне, конечно, это было приятно, но... Моральный ущерб, какая сумма получилась? Получается, пять тысяч рублей. Сколько? Пять тысяч. Пять тысяч. Сейчас. Вот интересно, почему предприниматели нарушают права потребителей, нарушают законно в том плане, что ведь у каждого потребителя есть, у каждого клиента есть право требовать на выбор три вещи. Это замены товара некачественного на качественные, это возврата суммы, да, и, что еще, третье? Наталья Николаевна, напомните. Да, согласно действующего законодательства Российской Федерации, можно заменить на аналогичный товар, который исправный, также потребовать, если, например, человек посчитал, что он хочет расторгнуть договор, потребовать возврат денежной суммы. Это в отношении вот этого случая, которое я ввела дело, где был установлен экспертизой, что здесь существенный недостаток, потому что закон предусматривает, просто человек может, когда приобрел, то в течение 14 дней может просто вернуть, если он ему там не подходит по цвету, по форму. Это качественный товар. Да, это качественный товар. У нас же был случай, существенный недостаток товара, когда он не исполнял своих функций данной категории товара, у него нагревалось, он не холодил и так далее. И вот здесь магазин, который это был в лице индивидуального предпринимателя, они категорически не хотели, потому что бы они своеобразным образом несли убытки. Ну, вернуть новый, да, за 68 тысяч, или возврат денежной суммы, то бишь эта сумма была значительной. И уклонялись прямым способом, уклонялись от решения этой задачи. И меня что удивило, когда ко мне обратилась в зале, что суд, когда она подала документы, уже казалась в окончательную инстанцию суд для защиты своих прав и законных интересов, суд даже не принял исковое заявление. Мотивировало это тем, что якобы не соблюден досудебный порядок урегулирования спора. Хотя, как я ранее говорила, что в отношении досудебного порядка урегулирования только в отношении договора перевозки груза и связи. В этой же категории, когда был приобретен холодильник, досудебный порядок не нужен. Дело было тяжелое, провели мы экспертизу, установили существенный недостаток, и предприниматель в лице индивидуального предпринимателя понес убытки. Возвращена была сумма основного товара 68, также неустойка и штраф в размере 50 размеров, который был выплачен суду. Убытки понес предприниматель существенные. Спасибо. А что значит, согласно закону, что есть возможность у потребителя вернуть качественный товар, если дана неполная или недостоверная информация о товаре? Алексей Иванович. Денис, а вот есть мой зам, Надежда Сергеевна Анельчук, она вам более детально расскажет еще, и может быть дополнит. Да, пожалуйста, ответите на мой вопрос. Потому что у нас уже такие случаи были очень много, и вот она как раз работала. Что значит неполная или недостоверная информация о товаре? Значит, по закону о защите прав потребителей, продавец обязан предоставить потребителю в момент приобретения товара полную и необходимую ему информацию, которая обеспечит возможность правильного выбора товара. Если в товаре, допустим, имеются какие-то дефекты, то и продавец сообщает потребителю в момент приобретения товара об этих дефектах, то... Дефектах именно определенной модели. Например, допустим, продает он электрический чайник, на корпусе его имеется какая-то царапина, например. Но царапина это не качественный товар? Нет, 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 это качественный товар. Но снижается, допустим, стоимость этого товара, и об этом делается указание в товарном чеке. То есть уже по наличию именно этого дефекта потребитель не имеет права предъявлять претензии к этому продавцу, потому что они были оговорены и информация полная была предоставлена потребителю в момент приобретения товара. В случае, если об этом не говорилось в момент приобретения товара, тогда, конечно, потребитель уже имеет право предъявлять претензии к этому продавцу. То есть продавец по закону в момент приобретения потребителем товара должен предоставить ему всю информацию, которую этого потребителя может заинтересовать в дальнейшем. В том числе и по дальнейшему определению возможных претензий, допустим, по этому товару. Спасибо. А ведь многие еще не знают, что отсутствие чека, товарного чека или квитанции не является основанием для отказа в удовлетворении требований. В законе прописано, что отсутствие чека, квитанции, оно не лишает потребителя обратиться за защитой, если его право нарушено. А как это доказать тогда, если нет чека? Ну, например, если в магазине был приобретен товар, значит, закон четко говорит, и пленум Верховного суда также уточняет, что могут быть использованы в качестве доказательств свидетельские показания. Это первый способ. Второй способ – это все практически на сегодняшний день с нашими технологиями, каждый магазин есть видеонаблюдение. Также через суд может быть истребовано и считаться как видом доказательств. В отношении информации о товаре я хочу продолжить, что здесь это является, если законодатель обязывает продавца, производителя, изготовителя предоставить потребителю информацию. Это обязанность. И если это не сделано... Понятно. Вот по поводу свидетелей, а родственники являются, могут быть свидетелями или это заинтересованы лица? Согласно законам Российской Федерации, свидетелем является любое физическое лицо, которому что-либо известно о том или ином вопросе. Все-таки хотелось задать все-таки вопрос, кто может все-таки рассказать о конкретных отличиях в законодательстве о защите прав потребителей украинском и российском. Вот все-таки вот чем отличается? Наверное, я давайте расскажу о параметрах, по которым отличаются. В самом законе, как уже говорила Азалия, то, что ей отказывались обменять холодильник, российский законодатель относит бытовую технику к сложным техническим товарам. Есть существенные отличия от украинского законодательства, от российского. Если в украинском законодательстве регламентировалось, что при наличии дефекта какого-то, который не заявлен продавцом, потребитель мог только рассчитывать на гарантийный ремонт, то есть он не мог предъявить требования о расторжении договора о купле-продаже, возврата денежных средств, либо замены данного некачественного товара, он мог только требовать гарантийный ремонт. Все другие требования он мог заявлять только если, опять же, это существенный недостаток, который не подлежит устранению. В российском законодательстве идет четкое разграничение обычного товара и технически сложного товара. То, что касается обычного товара, как мы уже все говорили, у потребителя есть право заявить одно из трех требований расторжения договора, купли-продажи, возврат денежных средств, замена данного ненадлежащего товара на качественный товар, либо гарантийный ремонт. То технически сложный товар, заявить требования о расторжении договора о купле-продаже или замене, можно только в течение 15 дней с момента приобретения данного товара. Как только проходит 15 дней, у человека появляется такое право, опять же, при наличии существенного недостатка, который не устраним, либо если магазин ремонтирует этот товар или сервисный центр, более 30 дней гарантийного срока. Вот, потом, следующее отличие, то, что касается статьи 25. Сейчас, извините, по поводу технически сложных товаров, где-то улично опубликовано, где-то можно с ним ознакомиться, и он постоянно меняется, наверное. Перечень, есть правило продажи отдельных видов товаров, которое говорило, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации номер 55 от 19.01.1998 года. К нему есть приложение, перечень, он утвержден, этот перечень технически сложных товаров, четко регламентировано, что входит в это перечень, по-моему, 9 позиций, которые входят именно в технические, вот, как бы, электроботовая техника туда отнесена. То, что касается, вот, как мы уже упоминали эту тему, 25-я статья «Закон о защите прав потребителей», обмен товара качественного, очень многие потребители заблуждаются, когда приходят в магазин, если они, грубо говоря, например, приобрели обувь, да, если на примере говорить, ну, не померили ее толком, да, дома пришли, как бы, разносили, ну, походили немножко и поняли, что она им не подходит по размеру. Часто потребители приходят и обращаются к нам с такими заявлениями о том, что мы пришли в магазин, мне не вернули деньги. Фактически предприниматель поступает правильно, он не нарушает в этой области закон, он не должен возвращать вам деньги, он должен вам заменить, обменять этот товар. Она так и называется статья «Обмен товара надлежащего качества». А вот если у него из ассортимента ничего не подходит потребителю, тогда уже, следовательно, у потребителя появляется право на возврат денежных средств. То есть здесь он больше защищает права предпринимателей, получается так? Нет, я не хочу сказать, что оно защищает права предпринимателей. Здесь оно, скорее всего, оберегает просто вот эти сами по себе потребительские отношения от неравидивых участников этих потребительских отношений. То, что касается еще отличия, да, ранее, как мы уже говорили, было управление по защите прав потребителей, которое законом было наделено полномочиями по регулированию вот этих вот споров между продавцами и покупателями. Там была статья 23, если я не ошибаюсь, часть 1, пункт 1, которая гласила, что управление могло выходить на проверки и привлекать к ответственности субъекта хозяйственной деятельности за отказ в реализации права потребителя. То есть если потребитель к нему основательно, обоснованно приходил и говорил, что я купил у вас некачественный товар, верните мне деньги, ему деньги не возвращали, выходили специалисты управления и штрафовали в десятикратном размере от стоимости товара. То есть таким образом здесь было законодателям украинским дано на откуп госоргану решать этот вопрос. То сейчас это все перешло в плоскость гражданско-правовую. Это гражданские правовые отношения, и решается это только в судебном порядке. То, что касается именно имущественных отношений. Ни Роспотребнадзор, никакой другой орган не наделен такими полномочиями. Но опять же я хочу сказать, что это наоборот расширило права. Вроде кажется, что человек пришел, написал в государственный орган, госорган вышел, проверил, оштрафовал, человеку вернули деньги. Нет. Здесь получается, что российское законодательство более идет навстречу потребителю. Потому что у потребителя появляется право идти в суд. И кроме того, что он истребует там сумму самого товара, еще он наделен полномочиями требовать, основаниями требовать неустойку. За каждый день просрочки по договорам купли-продажи товара это составляет 1% от стоимости товара. По договорам услуг это 3% за нарушение сроков и за нарушение сроков удовлетворения прав потребителей. Плюс моральный ущерб. Плюс, как мы уже говорили, штраф. Суд взыскивает штраф по каждому конкретному делу. 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя. Спасибо, Андрей Викторович. Вот на ваш взгляд, как рядового крымчанина, в лучшую сторону изменилась защита прав потребителей в Крыму? Вы знаете, защита прав потребителей, вот сейчас вот этот мораторий по проведению плановых проверок до 2018 года, о том, что многие предприниматели просто этим пользуются. И нарушаются, вот права потребителей именно и нарушаются. Вот благодаря вашей программе я узнал, что наконец-то появилась общественная организация, которая может проводить эти проверки. Взять вот газовые заправочные станции. Что творится на них? Ведь это просто. Они отпускают газ, не все. Есть у нас в городе несколько заправок на глаз. Просто на глаз. Они не стоят никаких счетчиков. Вроде бы уже 21 век. Никаких колонок, никакого учета. Дошло до того, что я приехал как-то на заправку. Заправили, и мне говорят, что вот вы должны заплатить такую сумму. Я говорю, подождите, в мой бак столько газа не влазит, сколько вы хотите. Они говорят, нет, у нас есть таблица, вот ваша влазит вот столько. В результате, да, я оставил машину, заблокировал въезд, начал разбираться. В результате вызвали полицию, что я чуть ли не террористический акт хочу устроить на заправке с этой разборкой. Понятно. В результате выдалече. Прямая угроза жизни, здоровья людей. А никто, а никто, а никто, самое интересное, что никто не проводит проверок сейчас. Да, есть мораторий, ни угол, ни потребительского, ни уголка потребителя, ничего нет. И это все сходит с рук. Поэтому, и точно так же и на рынках, и везде. Поэтому сейчас вот только на честность предпринимателя. Сергей Григорьевич, ну предпринимателям-то нравится, что проверок нет? Конечно, нравится. Здесь, вы понимаете, все-таки в данной ситуации больше будет влиять на предпринимателя конкуренция. Ну согласитесь, вы поедете еще раз на такую заправку? Ну, а я вынужден иногда заехать на нее просто. Ну если речь идет о монополистах, то да. А потому что нужно заправиться. Просто вот ближе нету ничего. Я вынужден туда заехать. Может быть. Может быть, согласен. Но в то же самое время, не знаю, я, например, бы не поехал бы. Я поехал бы дальше, но я бы заправил конкуренцию. Нет, тут вопрос не о том, поехал, не поехал. Как они вообще имеют право существовать? Вы правы в том, что на сегодняшний день нерадивые предприниматели пользуются тем, что нету проверок. А мало того, я не считаюсь пострадавшим лицом. То есть да, они мне оказали некачественную, я не являюсь. То есть я уже пожаловаться, по большому счету, не могу. Нет, вы можете. Вы можете пожаловать. Общественную организацию, они бы взяли на контроль. А также в государственный надзор заявление. Мне просто интересно, какой ответ был. Ну, ответ, вот, ответ был, если дословно, то ответ был, так как пострадали не вы, а гражданин Трикозюк, у которого вы лишили права. Вам нужно было принести все-таки этот документ с собой и продемонстрировать. Ну, дело в том, что прошел большой срок. Может быть, вы не точно цитируете. Ну, опять-таки, можно просто поднять исходящие. Есть главная причина связать причинную связь, что именно в этой булочке был найден этот наркотик. Если у нас нет пока лаборатории, значит, она есть на материковой России. Это можно отправить, получить и так далее. В Роспотребнадзоре сказали, что нельзя этого сделать. Мы опять голословно говорим, что сказали в Роспотребнадзоре. Хорошо, спасите, давайте так. Так, вот эти факты, с которыми сейчас сталкиваются потребители, они послужат потом затем вот неким таким вот отправной точкой для каких-то вот первоочередных проверок именно этих предприятий, на которые жалуются. Естественно, конечно, когда моратория исчерпает себя. То есть после 2018 года, когда закончится моратория. Ищерпает себя моратория, естественно, будут проводиться плановые проверки. Это именно заметку просто этим предпринимателям. Да, и план формируется в том числе и по обращениям потребителей. Сейчас вот первое, вот, пожалуйста, передайте просто микрофон. Здравствуйте, Зотова Ирина. Подскажите, пожалуйста, у меня вопрос следующего характера. Кто может защитить наши права как конечного потребителя в плане элементарной спекулятивной деятельности предпринимателей? Я столкнулась с ситуацией. Покупаю продукцию нашего крымского производителя, джанкульского молокозавода в определенном месте. Цена продукции была, допустим, 44 рубля. На следующий день цена продукции 52. То есть 18% за сутки получается увеличение цены на данную продукцию. И качество ее ухудшилось. Это в зависимости от того, что аналогичные продукты, привезенные с материковой части, тоже там Россия или Украина, неважно, по цене доступнее, чем наши. То есть кто защитить может данную категорию граждан, рассчитанную на недоброкачественную деятельность предпринимателей, спекулятивную? То есть есть какой-то регулятор вот этих цен от, до и максимум? Или я продаю по той цене, по которой считаю нужной? Да, именно так и происходит, потому что на территории Российской Федерации рыночные отношения существуют. И для того, чтобы ввели регулирование цен, это нужно, чтобы на определенной территории 90 суток поднималось в определенном процентном отношении именно на конкретный вид продукции цена. Тогда правительство вводит регулирование. На данный момент ни на территории Республики Крым, ни на территории других субъектов Федерации государственного регулирования именно на продукты питания не введено. Поэтому здесь уже нужно уповать вот только на субъекты хозяйствования, на порядочность. Вы знаете, я хотел как пожелание сказать, вот говорили, хорошо ли это или плохо, что не так уж наезжают на предприниматели всякие проверяющие органы. Это хорошо. Но звучит еще такой момент, а вот не обнаглеют ли они, да, например? Это тоже как бы правильный вопрос. Но я считаю... Наверное, проверки должны быть, но в меру. Да, хочу вернуться обратно. Ну, потому что была реплика такая, пишите обращение на какого-то там предпринимателя, и мы будем тогда уже отдельно с ним разбираться. Тоже не очень хорошая тема, потому что здесь кроются некоторые, как сказать, искусственные вещи. Мало ли, кто-то кому-то не понравился, пишут там 2-3 заявления, и вы начинают... Это тоже не очень хорошо. Я хотел вернуться вот... К сожалению, не запомнил, как зовут парня вашего коллегу. Как? Олег Савельевич. Олег. Олег. Вот у вас хорошая тенденция, если она наберет обороты, что вы будете о порядочных бизнесменах, о качественных производителей и так далее, рассказывать, показывать и тому подобное, то это будет больше пользы, чем от всех там остальных, которые там питают жажду, там, прийти к... Нет, Держин, ни в коем случае. Мы вот если проводим общественный контроль, наша цель не наказать. Ни в коем случае не наказать. Мы наоборот... Нет, нет, я наоборот в этом смысле говорю. Народ будет знать своих героев. То есть вот этот молодец, вот проверяли его по его же согласию, по его же... Понятно, спасибо. Спасибо большое. Давайте микрофон дадим девушке в последнем ряду. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ольга, и я студентка одного из вузов города Симферополя. У меня такой вопрос. На материковой части России есть такое народное движение за права потребителей, называется «Хрюши против». Ну, как бы смысл этого всего движения в том, что заходит группа людей, они действуют официально в один из универмагов, допустим, Москвы, и проводят рейд, проверяют на наличие некачественных продуктов, то есть просроченных. Все продукты, которые они находят, они собирают в тележке. И просто-напросто, когда все продукты собраны со всего магазина, они зовут хозяев или кто администратор, и эти продукты они утилизируют сразу при хозяевах, и при этом они снимают ролики. То есть жидкие продукты, они выливают в ведра, а все сыпучие, и все, что можно выкинуть, открывают и выкидывают в коробки. И я насчет, к чему это все веду, вот вы говорили за здравую конкуренцию, так может все-таки нужно проводить именно такие проверки, чтобы быть качественные, чтобы больше универмаги не выставляли такую продукцию для наших потребителей. Здесь должны быть, вы говорите об общественной организации, правильно говорят, что это незаконные действия уничтожения имущества. Здесь, наверное, нужно проводить это с представителями госорганов, и тогда они будут эффективны, и тогда это будет законно. Естественно, конечно, естественно, это противоправные действия. То есть люди сами, да, по каким-то основаниям судят качественные. Хорошо, если это просроченный товар, которого видно из маркировки, что он просроченный. Это именно все просрочено. Но это незаконно, потому что до того момента, когда покупатель приобрел, это является собственностью магазина, понимаете? Конечно. Вроде как это во благо, да, но если смотреть с точки зрения закона, это незаконные действия этих молодых людей, они могут пострадать. Да, пожалуйста. Просроченный, и такая группа лиц, да, их выливает и выкидывает, это хулиганство. А когда мужчина заправляется, да, и его обманывают, это не мошенничество, не хулиганство. Да, пожалуйста. Это мошенничество и хулиганство. Мы проводим рейды по общественному контролю, и вы знаете, вот когда мы проводили такие рейды по общественному контролю, если есть такая продукция, выявляли, мы указывали всегда, ну, супермаркет, кто там, неважно, да, или большой магазин, маленький магазин. То есть мы обязательно оставляли этот паспорт. Я вам скажу, когда мы указывали срок, мы проходили на следующий день, этой продукции уже не было. Потому что действительно, если есть такое нарушение, то там и грозит и большая ответственность. И у нас все-таки предприниматель, ну, в большинстве своих случаев, да, добропорядочный, бывает такое, что да, не усмотрели, бывает такое, что да, специально. Но в большинстве, в своем случае, если мы такую продукцию выявляли и указывали, что есть такая продукция, приходим на следующий день, продукции этой уже не было. Поэтому если вот такие вот акции, как вы, девушка, говорили, ну, давайте все-таки более-менее так цивилизованно начнем. Если мы уже вы готовы так, давайте вы начнете. Это идея хорошая, да, но, наверное, нужно... Нет, но это уголовно наказуемое деяние. Конечно. Уголовно наказуемое деяние. Сейчас посмотрят, и начнутся народные рейды. Нет, этого нельзя делать, потому что, как правильно было замечено, очень главная фраза. Вызывали администратора или собственника. Собственник разрешал производить, но это не только с разрешения. Поймите, контроль со стороны общества, возможно, только в установленном законном рамке. Но поскольку его снимали, это было в его интересах, поскольку... Общественная организация, у них есть документы, они зарегистрированы и имеют определенные полномочия. Но контроль. А государственный надзор, они с проверками, у них свои функции. Но вот так вот... Да, это некорректно и неправильно, когда товар, срок годности стоит, когда его срок годности закончился. Да, это неправильно, некрасиво, незаконно. Но действует так, как говорит девушка, это также незаконно. Спасибо, пожалуйста. Передача заканчивается, так понимаю, один момент, мне кажется, мы упустили. Вот у нас есть Роспотребнадзор, есть Общая защита правопотребителей, есть опора России, которая защищает предпринимателей. А мы забыли совсем про муниципальный уровень контроля. Дело в том, что у каждого уровня муниципального контроля существуют отделы защиты правопотребителей. И по сравнению с Украиной обрезали их много прав им. И вот сейчас при Ялте могу рассказать, был отдельный отдел защиты потребителей, была отдельная структура в Ялтецком исполкоме при Украине. Сейчас это ввели в структуру управления потребительского рынка и услуг. То есть они не имеют функции проверок, ходить только там по согласованию с руководством, который сам может дать разрешение на всю эту торговлю. И они, два чиновника управления потребительского рынка, наделены полномочиями составлять административные протоколы. Сами отдел защиты потребителей не наделен такими функциями. Я думаю, какие-то вопросы надо решать на местном уровне, чтобы была вот эта сборная. И предложение ко всем присутствующим найти общий язык Роспотребнадзор, потребитель опоры России и вместе... Это чтобы сотрудничать. Да, спасибо. У нас еще есть... Можно я скажу по поводу сотрудничества? Есть гости за аудиторией? Можно по поводу сотрудничества? Да, пожалуйста. Нами было подготовлено соглашение с опорой России. Мы вам послали. Подпишите его, наконец, с нами. Подпишем. Если можно, да. Хорошо, замечательно. Пожалуйста, представьтесь и расскажите о том, какие права у вас были нарушены. Меня зовут Влад. Дело в том, что приобрел в одном из наших магазинов телевизор. По гарантийному, скажем так, обязательствам там... Ну, пришел в негодность. На данный момент он находится в магазине. Что с ним, я не знаю. То есть, как бы, магазин, деньги вернуть отказался за него. Как я понял, в сервисный центр его не отправили, потому что он находится на материковой части России. И информации на данный момент нет. Кому мне вообще обращаться с этой проблемой и кто мне поможет ее решить? Спасибо. Ну, вы обращались там в Роспотребнадзор? Жалобы? Пока еще нет. Ну, просто я даже пока не знал, куда идти. Хотелось бы уточнить, действительно, это надо в Роспотребнадзор идти. Вот мы говорили, да, уже сегодня о том, что необходимо написать жалобу. Да, да, да. Денис, секундочку. Здесь идет спор, вот как раз имущественное, о котором мы уже говорили, да. То есть, человек приобрел некачественный товар. Он его хочет вернуть и получить свои деньги, скажем так, да. Вот это судебный спор. Это не Роспотребнадзор. То есть, надо в суд, да? Это судебный, очень много вопросов. Вы привезли вам телевизор в дом, поставили. Вы сказали, где он находится. Получается, вы вступили в гражданско-правовые отношения. Договор купли-продажи был заключен. Чек, так, у вас должен был? Да, да, есть чек. Дальше, история этого телевизора. Ну, он как бы проработал. Ну, в двух словах. Что с ним произошло? Почему? Поработал полгода, после чего перестал, ну, включаться, грубо говоря. Просто не включается. Ваши действия? В мои действия. Я пришел в магазин. Меня, как сказали, то есть надо его отнести в ремонт. Отправили, как они сказали, опять же, это их сервисный центр. Но там, в этом центре сказали, что не сотрудничают с этим магазином. Я позвонил службу поддержки, вот, в Российской Федерации, именно по этой технике. Мне сказали, что магазин обязан принять товар и отправить его на материковую часть. Вот. В принципе, магазин его принял. Но туда переправлять, то есть не собирается. А чинить его здесь, я так понимаю, что здесь на данный момент еще нету сервисных центров по обслуживанию этой аппаратуры. Наверное, это достаточно распространенная, мне кажется, проблема. Но сервисные центры должны быть указаны у вас в гарантийном талоне. Их адрес, наименование, где они находятся. Да, это все есть. Очень много вопросов. Вы письменно обращались к продавцу? Нет. Мне пообещали, что было сделано. Только в суд. Собирать доказательную базу и только в суд. И не тянут, потому что есть сроки исковой давности. Спасибо. Желательно, конечно, все обращения, хотя мы уже говорили о том, что не обязательно соблюдать досудебное урегулирование. Желательно все равно все обращения, я вам советую. Но лишним оно не будет. Да, писать в письменной форме. То есть все претензии, когда вы отдаете свой товар, потому что у нас очень часто мы сталкиваемся с тем в своей практике, что люди отдают товар в магазин, при этом магазин идет сознательно или не сознательно, не могу судить, и не выдает ни актов приема, никаких документов, которые бы свидетельствовали. Еще и забирают чеки, оригиналы, гарантины. Так может быть все равно написать все-таки обращение, жалобу в Роспотребнадзор для того, чтобы провести какую-то внепланную проверку деятельности предприятия? Нет оснований здесь проводить проверку. Здесь нет оснований. Хорошо, я сейчас предлагаю послушать мнение крымчан о том, реально ли отстоять свои права. Давайте послушаем. Ну я еще так не сталкивалась. Ну, абсолютно горячую линию, вот что-то в этом роде, наверное. Во-первых, есть общество защиты прав потребителей, и я думаю, что любой несогласный человек с качественной продукцией должен обращаться туда и все. Надо, надо, конечно, но я не качественная, не беру. Я еще ни разу не сталкивался с этим, но в принципе администратора вызвать с этим товаром, чтобы разобраться. Обязательно. Но мне не приходилось отстаивать свои права. Вернее, приходилось только в магазине все это разрешалось. Вот, все вопросы. А так, я думаю, нужно обязательно свои права отстаивать. Я думаю, стоит, но не всегда реально. Наверное, можно отстоять. Права потребителей можно обратиться. Я думаю, можно отстоять. Нужно в службу защиты прав потребителей обращаться. Нереально, наверное. А почему вы так считаете? Да потому что столько раз сталкивался, когда у меня просто не получалось. Думаю, что я плюнул, да и пошел себе. Нужно есть уголок потребителя, обратиться туда, в магазин, к старшему продавцу, указать на недостатки. К сожалению, очень много людей не знают, действительно, что им делать. И говорят, ну, это бесполезно, потому что бесполезно. Давайте, может быть, мы как-то пошаговую инструкцию для наших телезрителей составим о том, что им делать, конкретно куда обращаться. То есть, да, мы говорили о том, что нужно обращаться в суд, что нужно обращаться в Роспотребнадзор. Но ведь обычные крымчане, рядовые крымчане не знают, действительно, в каких случаях ему нужно обращаться в суд. А в каких можно написать жалобу Роспотребнадзору, и госорганизация разберется, как и... Для этого мы и проводим разъяснительную работу, о которой я говорила в начале нашей программы. Для этого и создан при ФБУЗе консультационный центр по защите прав потребителей, куда может любой житель обратиться, ему будет оказана квалифицированная юридическая помощь. В случае надобности составлено заявление, либо непосредственно к продавцу-исполнителю услуг. Либо в суд. Писковое заявление будет подготовлено. Либо обратиться, опять же, в наш отдел, мы тоже окажем помощь консультационную. И уже объясним. То есть, конкретно нельзя, понимаете, выстроить для всех случаев какую-то определенную структуру обращения. То есть, нужно каждый случай... Инструкция невозможна, да, в каждом случае отдельно. Да, его нужно рассматривать отдельно с документацией, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Понятно. Ну, вот и хотелось бы еще, наверное, про санкции. Дело в том, что история знала очень много разных ответственностей, которые применялось к продавцам некачественных товаров и услуг. Вот, например, в Австрии, там, в 15 веке продавцов прокисшего молока заставляли выпивать полностью все это прокисшее молоко. А во Франции в 16 веке заставляли продавцов протухших яиц, закидывали, вернее, продавцов протухших яиц этими тухлыми яицами. Понятно, что в цивилизованном обществе сейчас совершенно другие санкции. Но вот насколько действительно эффективны эти санкции, вот можно ли сказать от и до, какие предусмотрены санкции, да, продавцам некачественных товаров и услуг, от и до, да, чтобы вот примерно понимать, насколько... Я называла примерно штрафные санкции в зависимости от состава правонарушения. Во-первых, законом предусмотрено, законом о защите прав потребителей два вида ответственности. Это административная ответственность, которая, в принципе, привлекает Роспотребнадзор, и гражданско-правовая, это прерогатива суда. То, что касается от и до штрафных санкций, я же говорю, зависит все от того, кто это. Это индивидуальный предприниматель, там более лояльно штрафная санкция, в зависимости от правонарушения идет от двух, там, от полторы тысячи до двадцати, тридцати тысячи. Если это организация, если это юридическое лицо, здесь штрафная санкция, как я уже говорила, до трехсот, до пятисот тысяч заходит. А если здесь вред здоровью и жизни человека тогда? Если здоровью и жизни человека, это установлено проверкой, нанесен вред, да, то здесь принимаются нормы административного кодекса вплоть до закрытия магазина. И при остановлении, я думаю, деятельности до девяносто суток решением суда не понравится никакому магазину или исполнителю услуг. Спасибо. Ну и у нас уже есть результат интерактивного голосования. Прошу показать на экране. Итак, вопрос звучал так. Легче ли стало отстаивать права после перехода Крыма в состав Российской Федерации? 72% ответили, что да, поскольку российские законы лучше. Давайте поаплодируем. 22% сказали, что нет, все стало еще запутаннее, но, наверное, не ходят в конституционные центры, да, и не получают консультации. Да и 6% сказали, что все осталось, как было. Да, пожалуйста, давайте прокомментируем. Можно я еще скажу небольшую, да, ремарку. Я заходила на ваш сайт до эфира программы и смотрела, был этот интерактивный опрос, уже там размещен. Так вот, до нашей программы 100% говорили о том, что нет, украинские законы были лучше и стало все еще запутаннее. Вот видите, как эффективно мы, значит, провели. Давайте поаплодируем нашим гостям. Вывод один. Юридически безграмотного человека легче, конечно, обвести вокруг пальца. Нужно знать свои права и не стесняться ими пользоваться. Ну что ж, время нашей программы заканчивается. Спасибо нашим гостям за то, что приняли участие. Спасибо аудитории, спасибо нашим телезрителям. Всего доброго и до встречи в следующей пятнице. Прощают долги отныне не только предприятиям, но и обычным гражданам. Закон о банкротстве физических лиц с 1 октября действует на всей территории России. Как работает механизм списания долгов? Какие условия предъявляются проблемным заемщикам? Каков опыт зарубежных стран в этом вопросе? И как это повлияет на рынок кредитования в Крыму? На эти вопросы даст ответ народный вердикт. В следующую пятницу, 16 октября, в прямом эфире нашей программы, самые актуальные темы и самые интересные гости. Вы можете напрямую задать вопрос нашей студии политикам и бизнесменам, чиновникам и ученым, деятелям искусства и культуры. И вынести свой народный вердикт. Будьте с нами 16 октября в 20.00 на телеканале ИТВ.